Всем салют! Ребят, пришла к нам Морловия. Вроде бы должна быть завтра, по всем расписаниям, но почему-то пришла сегодня. Ну ладно, нам это не мешает сделать призывы. Пару слов о героям. На мой взгляд, все герои хорошие. Вот это такая под вопросом, но вот Мириан довольно-таки хорошая, может даже стать новым центром. Но не факт. Все-таки, мне кажется, Фрея опаснее. Эта желтая какая-то, ну тоже она в принципе может играть, но она уже такая чуть посложнее в использовании. Эту обязательно я прокачаю, если упадет. Я надеюсь, что упадет. У меня есть 58 призывов. Эта троечка тоже очень хорошая. Даже на не очень быстрые, а на обычные турниры она будет хорошо играть, так как она срезает генерацию маны на 3 хода. И там дополнительно до минус 40. Это довольно-таки хорошо. И самый главный, моя вот цель, максимум, которая у меня есть, это поймать вот этого Алукарда. Ну вообще, цель максимума это Алукард, это Аннабель и это Мириам. Но минимум это хотя бы Аннабельку поймать. Такие у меня планы. Не знаю, как получится, но все-таки надеюсь, что поймаю этого Алукардика. Он довольно-таки хорош должен, да хорошо должен играть на новой этой мете ВТК-шной. Ну давайте тогда что? Начнем, не будем затягивать. Давайте может сразу на Алукардики и будем призывать, да? Давайте первая круточка и у нас зеленый. Так, Бриена. Ну, начали с регулярок. Хотелось бы, конечно, начать с Алукарда. О! Скарлетт. Ну, блин, близко было. Хорошо, что не Ванда. Самое худшее, что может быть, это поймать стандартные, ну не стандартные, а старые, старых вот этих героев. Там Франсин, Ванда и кто там еще? Ну и Виктор, да. Вот этих поймать, это будет самое худшее, что может прийти. Потому что они у меня все есть и они у меня не играют. Франсин, и то так очень-таки редко она играет. Так, уже 4 призыва мы сделали и у нас пока ничего, даже тройка еще не упала. это довольно-таки печально. Прикольно нарисовали ему костюм, этому лукарду. Ну, как костюм, этот плащ такой. Кожанчики такие разлетающиеся. Так, зелень, ну, гупи, нет, отец стуки. Так, как-то, 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 да, даже, блин, разгрузить нечем. Так, продолжаем, меня там немного отвлекли. Один даже без записи прокрутился, но ничего, там ничего не выпало. Так, Кайлани, хорошо. Давайте будем немножечко ускоряться, потому что затягивает тут нечего. Опять Скарлетт, хотелось бы лукарда, но нет. Но нет. Так, ну только не Виктор. Аннабельку бы. Аннабельку, Аннабельку, Аннабельку. Ой, случайно, скриншотик. Так, хорошо. Точнее, плохо. Ничего не падает нужного. Желтый. Ну, у нас тут только три цвета основных. Это у нас красный, синий и фиолетовый. Ну, вот зеленый это вообще не о чем. А не, хотя, стоп, вот первая, первая ивентовая карта. Даже не ивентовая, а сезонная. Так, так, дальше. Ну, короче, ни хрена. Я прям чувствую, что вот ничего мне не упадет из нового пятизвездочного. Я буду рад хотя бы, если вот эта четверка фиолетовая упадет. Это уже будет, это уже будет что-то. так, ни хрена. Да, нужно, наверное, что-то поменять здесь. Поменял язык. Вряд ли это поможет, но хотя бы как-то так. Давайте на джеке попробуем. Так, Владик. Вален. Бальтазар. Еще один Владик. Ну, ивентовые пошли. О, Франк первый. Так, Кайлани. Гупи. Ну, пошли ивентовые, но пока не те, что нужно. джек. Мариам. Миндик. Хорошо. Фиолетового то дайте. Фиолет. Фиолет. Валерия. Бальтазар. Хакмун. Ульмер. Блин, ну дайте фиолетовую, но она мне прям нужна. Она лучше Сабины, ребята. Не издевайтесь. Регард. Бриена. Лисю. Скитлскал. Нашгар. Тибуртус. Скарлетт. Еще одна. Гармэк. Джахангир. Франк. Джек. Да, так и не упало. Вот, представьте себе. 58 призывов. Упала только только вот эта нам дама. Ну, это уже хорошо. Лучше, чем ничего. Она, в принципе, хорошая. Так, вот так я не могу ее прочитать. Это у нас португальский. Давайте обратно вернем, чтобы было понятнее. так, где же она у нас. Давайте еще и посмотрим, что она и как она. Призывает котенка и союз для себя. А, она призывает только для себя и героев поблизости. Котенок получает 40% здоровья. Прислужник восстанавливает хозяину 15% здоровья в конце каждого хода. но это много. Голубой котенок снимает последний снимаемый недуг со своего хозяина и передает его цели. А, то есть он перекидывает недуг. Но только один. Ну, понятно. Герои и ближайшие союзники получают 45 к атаке, а также дополнительно 20 при каждом ударе противника на протяжении 4 ходов. Герои и ближайшие союзники восстанавливают 672 увеличенного здоровья в течение 4 ходов. увеличенное количество может быть выше, чем максимальное количество одних здоровья. Это у них какой-то новый еще пассивный навык появился. Когда герой использует особый навык, с вероятностью 100% он может украсть последнее снимаемое усиление у врага. Ага, когда он использует особый навык. У кого-то одного рандомно. При наличии. Если у врага нет усиления, наносит 70% урона всем врагам. Ну, это прикольно, но мне кажется, что это прикольно даже больше в защиту все-таки. Ну, интересный довольно-таки герой, неплохой однозначно. Я думаю, он может стоять в центре в обороне. Хотя, вот, конечно, плоховато, что он не призывает для всех миньонов, но довольно-таки много они делают. 900 монет у меня есть, я не знаю, стоит крутить еще 3, наверное, и не стоит, или стоит. Нет, давайте еще в следующий раз попризываем, пока мы остановимся на этом. У меня там есть 6 колец для Лукарда, но я вот не знаю, я думал этого ВТК-шного красного прокачивать все-таки в оборону. Но если Лукард упадет, то я думаю, что я, наверное, отдам предпочтение Лукарду. Он все-таки более играбелен, с морянками хорошо заиграет, как минимум. Но его еще нужно поймать. Буду еще ловить, не знаю когда, не знаю сколько, но думаю, что еще половлю, как минимум каких-то еще 50 за все время точно думаю сделаю. Пишите, что поймали, пишите, как вам герои, и желаю вам удачи. Всем пока.